Вечер добрый! Слушаете вы свое радио, надеюсь, в обычном, привычном и уже давно-давно полюбившемся вам режиме с 8 до 10, по будням, каждый будний вечер, пять раз в неделю в этой студии появляются живые люди, живые, ну кроме нас, конечно, живые, люди, живые музыканты, с которыми мы с кем-то знакомимся, с кем-то уже давно знакомы, но тем не менее радуют они вас своим творчеством, ну и болтовнёй ни о чём, как обычно. Ну о чём мы можем поговорить? Да так, время от времени о чём-то серьёзном, а по большей части, в общем, ни о чём. Но из этих разговоров ни о чём, скажу я вам, вытекают очень интересные последствия, потому что о людях, то бишь музыкантах, люди, которые слушают эфир, узнают что-то новое, помимо их музыки, естественно, становясь таким образом частью их творчества, потому как знать о человеке не только по творчеству иногда бывает полезно. Группа сегодняшняя, ну, они чуть позже, естественно, есть у нас традиция, сначала песня, после чего уже мы начинаем собеседование наше, и, естественно, эта песня будет в некотором смысле музыкальной заявкой. Так что вы поймёте, что эти ребятки играют в реальной жизни. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Я ставлю двоеточие, тире и закрываю скобку. Эмоции разбавив слов моих сухую корку. Эх, целый склад смешных личин в углу экрана. Я открываю, наблюдаю, вроде много, но мне мало. Не весь набор, совсем не тот, опять не точен. Не может передать, люблю, целую, обнимаю, не могу, скучаю очень. Один, ноль, ноль и один. Это беспокойство без особенных причин, как будто кто-то отменил зимний карантин. Сердце застучало, заворочилось в груди. Сердце застучало, стало подбирать ключи. Нет на этом континенте, так иди ищи. С беспокойным сердцем не уснуть в ночи. Выключаем свет, включаем маячки. Радиосигналы, словно талая вода, под летачий камень. В большие города, сквозь любые двери, стужи, холода. Словно электричество бежит по проводам. Словно электричество с минуса на плюс. Я ищу тебя, и я так тороплюсь. Я как троянская программа, я в этой жизни вирус. Найти, сломать систему и выйти через плюс. Один, ноль, ноль и единица. Выдумай меня из дыма, может пригодиться. Собери по пикселям и сохрани страницу. Возьми и распечатай на глянце и лисице. Выходи на улицы, заглядывай в глазницы. Что там, бездна океана или крики птицы? Течет, течет людской поток и не остановиться. И я стою крупиться, вот-вот и раствориться. Нас разорвали пополам, и мы друг другу снимся. Бежит, бежит по проводам, код набранной кириллицы. Семиллиардов комбинаций, нолей и единиц. Как в этих комбинациях мне не заблудиться. Мелькают кара, водят ней вокруг людские лица. Как выбрать нужное лицо мне, и не ошибиться. От этих комбинаций идет кругом голова. Как мне один с нолем, вот это получилось два. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! И вам привет, добрые люди. Итак, здесь сегодня ЕЛФ, так правильно называется, коллектив. Хоть и пишут они это название весьма странное и забавно. Ребята приехали к нам специально на эфир из Нижнего Новгорода, за что огромная благодарность. Спасибо большое, что не погнушались таким вот... Вам спасибо, что пригласили. ...такой поездочкой для того, чтобы показать свое творчество, для того, чтобы сыграть здесь в программе «Живые» на своем радио. Павел Шумов, вокал. Я здесь, вот, стою. Вы меня слышите сейчас, потому что вы не видите пока. Почему это? А некоторые видят? Некоторые, все хотят, те видят. Даже те, кто стоят в пробке? Есть. Нет, те, кто стоят в пробке, вряд ли. Эти, конечно, вряд ли, потому что, скорее, нужно быть привязанным к компьютеру, для того, чтобы что-то видеть. Далее. Я очень прошу музыкантов хотя бы раз за еще подойти к микрофону. Сейчас лампочка загорается, видишь? Оп, оп, вот да. Ну и поздороваться с народом. Леонид Лебедев, гитара. Встал, пошел. Это я, подошел. Антон Киселев, гитара. Вот это сложно, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Бас Архипов Владимир. Всем привет. Ну, единственный человек, которому никуда ходить не надо. У него своя собственная кухня, хоть и стеклянная, но все-таки своя. И свой микрофон, и фирмный. Тимур Казаков. Добрый вечер. Вот это и есть коллектив под названием ЕЛФ. Ребята, которые сегодня в этой студии будут радовать, надеюсь, вас исключительно своим творчеством. Понятное дело, что их творчество разнообразно и многогранно. Многогранно. И здесь я готов сейчас сказать, что это одна из тех групп, которые вызывают интерес сразу, просто потому что их трудно куда-то приткнуть. Я согласен. Когда люди любят определяться с жанрами, что они играют вообще, непонятно. Тут даже на первую песню написал, о, рэпчик. Я на самом деле не очень согласен, где тут рэп. Начнем с того, что речитатив и рэп все-таки вещи совершенно разные и далекие друг от друга. Если мы имеем в виду чистый рэп, да, если уж там попытаться делить, да, там и бит, там и йоу-йоу, вся вот эта вот катавася. А речитатив и рэп все-таки вещи разные, далекие друг от друга. У ребят масса интересных, как бы так, стилистических разногласий, как мне кажется, в их музыке. И в этом их сила. Давайте так, я скажу сразу, каким образом с нами связываться. Мало ли вдруг у вас есть или возникнет желание что-нибудь написать. Почему нет? 46-47, да, верно. 46-47 это короткий номер для СМС. К ваших сначала свои, пробел, а дальше ваши сообщения. Это может быть, не знаю, вопросы какие-то, может быть эмоции, просто впечатлениями поделиться. Почему нет? Группа, то бишь официальное сообщество своего радио ВКонтакте, там уже анонс давно выложен. И в анонсе, понятно, над фотографией есть текст, а в тексте название коллектива выделено синим. Это значит, активная ссылка, кликая на которую, вы моментально оказываете у них в сообществе. Ну и там, становясь участниками этого сообщества, уже получаете всю информацию о коллективе в первую очередь. Ну, то есть концерты, поездки, все, что касается выпусков, может быть, альбомов, синглов. Все вы будете знать о них сразу, потому как информация разлетается. И это здорово, если вы будете их контролировать. Почему нет? Мне кажется, что за ними нужно послеживать. Ну, это я сейчас сказал сразу, авансом. Дальше я думаю, что народ в этом убедится в обязательном порядке. Можно чатами пользоваться. Один из них на сайте своего радио. Там все просто. Своерадио.фм открываете, и там чат прям подписанный. Чат, в общем, не заблудитесь ни в коем случае. Также можно видеть все, что в этой студии происходит. Сообщаю всем тем, кто пока не в курсе. На сайте своерадио.фм там сверху есть плеер. В плеере слева, он такой длинненький. В плеере слева онлайн-аудио, это чтобы слушать. А справа онлайн-видео, синий кружочек, вы его не можете пропустить. Кликаете на этот кружочек, и вот вы оказываетесь в картинке. Картинку нам представляет Планета Ру, замечательная краудфайдинговая платформа. Там же, кстати, кроме картинки, есть еще один чат, в котором точно так же можно отписываться. Мы отовсюду стараемся высматривать, выслеживать, вычитывать ваши сообщения. И самые интересные из них, само собой, оказываются в эфире. Ну, это все, что касается коннекта, я, может быть, по ходу эфира еще разочек повторю, какие-то адреса, куда можно писать. А сейчас скажи, как называлась эта первая композиция? Первая песня называлась «Один плюс один». Это заглавная песня крайнего нашего альбома. И вот она такая, радийная, про радио. Про интернет-коннекшн. Я понял, я понял. Но стихотворение, которое ты читал, ты читал с листочка. То есть это не совсем было заранее, это заготочка недавняя. Нет, на самом деле, стихотворение старое, там просто очень длинное слово в конце, которое вот я в одно слово. Люблю, целую, не могу, скучаю, обнимаю очень. Сейчас запутался. Забываю вообще память как проститутка. Отвратительные слова, которые ты произносишь, в общем, трудно их произнести, особенно помнить еще о них, правильно? Я тебя понимаю. Но некоторые я стихотворения выучиваю из листочка, ну, коротулечки такие. Окей, давайте так, дальше будем, конечно, вы будете сами сообщать. Группе-то уже, на самом деле, лет-то не так мало. Ну, нам первый состав я в 2002 году собрал. То есть 13 лет назад, 14 скоро. 14 в феврале как раз было, да. Вот, 14 лет, то есть группа не маленькая, не юная. Со стажем. Со стажем. Поэтому альбомы есть? Три. Три. Два студийных, один домашний и один альбом стихов. Ну, со стихами тоже можно будет. А ты стихи тоже с листочки читаешь? Или по памяти? В mp3 формате они там так что-то берут. Ну, а вот так, если я тебя попрошу без mp3 формата. Некоторые могу. Хорошо. Вот сейчас передать следующую композицию. Ага, окей, даже просить не пришлось, видишь, как оно у тебя заготовлено. Все для вас. Молодца. Ты тогда будешь добрым, будешь сообщать песни, ну, я имею в виду название песни, но из какого они альбома, потому что люди тоже, может, пойдут погуглят, найдут. Ну, мы в основном сегодня презентуем композиции, ну, с крайнего нашего альбома «Пейзаж и портрет». Он вышел 24 мая 2015 года. И будет пару старых вещей с альбома «Рост» 2011 года. Такой прям... Назови еще раз альбом. Как называется? «Рост». Нет-нет, «Рост» понятно. А «Пейзажи и портреты». Если вы, как говорят мои детки, простите, сейчас будет совсем поликоректное слово, «яблонутые», то есть вы обладаете яблоневыми телефонами, вы на iTunes легко найдете и можете себе там послушать. Можно даже и без яблока, можно в интернете так порыться. Ну, да. Есть в Краснодарском крае, прямо рядом с Краснодаром, поселок называется Яблуновка. Когда называешь это слово, произносят все ржут, да. Но там первая буква «Я». Ну, я тоже. Яблуновская, да. Я бы выговорил... Так что, да, ты молодец. Очень хорошо, что подчеркнул точно, какая первая буква. Давайте петь дальше. Что это будет? Это будет сюда или сюда? Нет, говорите сюда, поймите сюда. Будет песня «Мэйдэй». Тоже с этого же альбома? Да, с «Пейзаж и портрет». Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые» здесь сегодня и ЛФ. Погнали. В следующей жизни мы встретимся точно, я знаю. Ты опять человеком, а я в реинкарнации проиграю. У тебя будет код, и ты будешь гладить его перед сном. А я, я согласен быть твоим подоконным псом. Мне нужен свет в твоём огне. Я поднимаю паруса, и каждой клеткой кожи мчусь к тебе. И бьёт ключом радист, и зима ворит впереди. Смотрящий я появлюсь в нашей квартире, не на фотках. Настоящий. Ты будешь ждать красивым пальцем, Выводя по запылённым полкам. Мне одиноко без тебя, мне без тебя так одиноко. И день, и день, и свет, и свет, и интернет, и спит одна. Она кричит на весь эфир, вернись домой, уже весна. И я вернусь, пропахли дымом сигарет, Бензином при дорожных улиц, и обниму, скажу привет. И поцелую, и разулюсь, присядем рядом, помолчим. На день весь слов запас исчерпан. Тебя не видел я с утра, а кажется, как будто вечность. Тебя не видел. Как вы громко аплодируете, нам слышно студия Сейчас, когда, да, была песня Я заглянул в группу, к пацанам Ну а что, как по-другому сказать Парни такие жизнерадостные Что, в общем, не заглянуть было бы странно Они, в общем, всю свою поездку там освещали Да, я смотрю фотографии, дорогу в Москву Мы культурно вообще обогащались, да Москва и так далее Скажите вот о чем Я так понимаю, что ехали вы на каком-то особенном поезде Какой-то волшебный поезд, ходит буревестник Это... Сидячка такая Сидячка, да, но он очень быстро едет Четыре часа, и, в принципе, ты не устаешь Есть еще более волшебный поезд, он за три часа ездит Это стриж, но мы не успели купить дешевый билет на него Понятно, а вы ехали на буревестнике Так точно А, виноват, виноват, ласточка Я в этих птицах путаюсь Я в этих птицах путаюсь Ну, в общем, надо разобраться, в чем ты не путаешь А... в песнях? У меня плейлист заготовлен Дай бог Старостная радость, понимаете На автозаводе живем, тяжелая экологическая обстановка Ела сегодня здесь, так называется, корректив из Нижнего Который приехал сюда специально для того, чтобы познакомить вас Со своим творчеством И нас это сильно радует Итак, давай-ка так вот порассуждаем вот о чем Я так понимаю, что группа-то, понятное дело, ты создавал первый состав, был в 2002 году В 2002 году, да А сейчас, я так понимаю, уже какой-то по счету... Очень, да, к сожалению или к счастью, я не знаю, но люди приходят и уходят В смысле? Ну, то есть приходит музыка Коллектив из коллектив Со словами аккуратнее Слава богу, без вот этих вот трагичных крестов Вот, вот буквально последнее наше разочарование После презентации от нас ушел гитарист, который написал 80% материала Ну, музыкального там партии к раннему альбому Пейзажи, портреты То есть пошел зарабатывать деньги, наконец? Я не знаю, как-то вот Сергей сказал, ребят, я отыгрываю презентацию и ухожу Поэтому вот Антон Киселев, это на самом деле наш звукорежиссер, который у нас писал Музыкант группы Луна Парк Нижегородская И вот лидер, он там поет хорошо и играет не менее хорошо Вот поэтому он нас сегодня выручил просто этот вот товарищ друг Он, в принципе, специально для того, чтобы с вами сыграть, сегодня учил партии Он не сегодня учил партии, он их знал с прошлой зимы, в общем, он их проклинает вот полгода, блин Почему? Потому что мы писали с ним альбом, и он нас ненавидит А, да, для звукорежиссера, который постоянно занимается сведением, это действительно сложно Хотя ему легче было вписаться, скажем так Поэтому мы попросили очень его, Антоша не отказал, спасибо Спасибо ему, спасибо за это большое Давайте двинемся дальше, вот имею в виду саму по себе концепцию Нижний город достаточно музыкальный, в нем очень хороших групп, достаточное количество Вот еще одна, с которой мы знакомим сегодня аудиторию Я слово очень, вот этот эпитет буду сегодня употреблять, наверное, не первый Не единственный раз, просто потому как очень хочется знать о вас немножко больше Что такое странное, может быть, я не знаю, какой-то такой особый треугольник, как Бермудский, да, Нижний Новгород Стрелком Стреугольник, Стрелком Город, ну, как сказать, он, город-то большой, но не самый, с точки зрения наших традиций и привычек музыкальных, да, вот Екатеринбург, понятно, там, Свердловский рок-клуб, там, Санкт-Петербург, Ленинградский рок-клуб, Москлуб, и так далее Не знаю, Новосибирск, есть там такие, Челябинск, там есть огромное количество выходцев оттуда музыкальных Ну, Новгород, ну, на сегодняшний день, да Нижний Новгород Нижний, да, безусловно, Нижний, Нижний Новгород, из него тоже уже много музыкантов вышло, и всех их наверняка знают слушатели своего радио, в том числе Но, просто любопытно, что там за почва такая для рождения, за рождение музыкальных коллективов? Хорошая почва Какая? Черноземшую? Ну, это стык культур, на самом деле, я сейчас начну, вы задели живое, я по образованию географ, я сейчас начну рассказывать про, как среда определяет сознание, там, и тря-ля-ля, и вот здесь Стрелка, действительно, сходятся люди, сходятся музыканты, и так далее, вот мы с Леней вот сошлись и приехали туда играть В смысле, сошлись каким образом? Ну, мы, как бы, из области, я вот и Леня, мы с области, не с коренной нижегородцы, если можно так говорить Так, что за места? Север области, Уренский район Какой? Уренский, город Урень А, тут тоже нужно аккуратнее А, поселок Уста, да, только вообще, если уходить в малую родину, это поселок Уста, это вообще, таежный край, медведи и музыканты Медведи и музыканты, ну, наверное, кстати, почему вы такие, ребята, голосистые? Да потому что медведи у нас Да, да, у меня дружба с медведями основательная, они мне, вот, все, кто играет со мной Тихо ненавидит Почему? Ну, плохо с этими, с ушами там, со всякими У тебя плохо с ушами? Угу То есть тот медведь, который проходил, он такой Он задел, мимо моего детского садика заглянул ко мне Пообнимались мы с ним, все было хорошо Коснулись мы, наконец, у малой родины Идея сознания коллектива твоя была? Да, я к тому возрасту, там, сколько ни было, курс на втором я учился Уже долго бренчал на гитаре, сочинял какие-то свои песенки И уже надоел играть в акустике, там, для каких-то друзей по пабам и каким-то непонятным квартирникам И я собрал музыкантов, и вот мы там втроем первое время играли Вот, хорошие ребята до сих пор, один из них играет в каком-то коллективе Ну, а потом все шло понарастающе, я так понимаю Да, потом был еще один музыкант, который сейчас играет в не менее известном трехбуквенном коллективе Нижнего Новгорода В FPG «Змей» Понятно Вот А потом, значит, пришел Ленька из другой группы, ко мне сказал Паш, давай все-таки с тобой вдвоем играть, и вот мы с ним не расстаемся с пятого года в одном коллективе Ну, в общем, история у коллектива Очень длинная, да, там стандартная Длинная, но вполне стандартная Очень многие коллективы именно так и образовывались Когда-то это была, ну, может быть, если не акустика, то такая первичная студенческая попытка поиграть вместе Потом люди как-то так срослись, потом разрослись, потом снова сошлись, потом снова разошлись Потом возникли какие-то, возможно, интересные перспективы Что касается перспектив, вот музыкальных перспектив Какими ты их видишь для коллектива? 13 лет, 14 скоро группе-то Меня не парит, что у нас уже к совершеннолетию на носу, в общем-то, скоро паспорт получать Вот, мы двигаемся дальше Мы сейчас задачены тем, что надо смонтировать клип Третий это будет по счёту Тот снятый клип уже Да, то есть я вот в новогодние праздники вырвал, в общем-то, актёров, танцоров Катю и Славу, они станцевали нам вальс Это пойдёт, в общем-то, в клип, и у нас будет вальс в рок-музыке Вообще странные ребята Потом мы пойдём к Антону, я думаю, разбогатеем на днях И пойдём к Антону писать новый хит А мне вот тоже интересно было бы методику, разбогатеть на днях Ну, дождаться зарплат в конце месяца А, ты об этом? Нет, вот если вы, господа, которые яблонутые, вы сейчас закупите массово наши песни на iTunes или на Google Play или ещё на других Я могу очень не ждать зарплаты и пойти буквально на следующей неделе писать на студию Потому что там же как бы пойдут потоки финансовые Вот Наконец-то Ну, это бог с ними Вот И поэтому мы можем вас, если вам понравилось, радовать вот буквально там В зависимости от ваших вложений Чем больше вложений, тем больше мы будем радоваться Радоваться Нет, естественно, саммиты это однозначно Но мы радуемся своей музыке и без финансовых вложений Со стороны, скажем так А если ещё и будут со стороны, мы будем радоваться все вместе и дружно Клёво Вот я тут кое-что обнаружил, что можно было бы зачитать К примеру Мария Маракулина пишет Привет землякам Всё-таки это Киселёв А я смотрю, гитара его Вот думала он или не он По скриптам Антоха Ещё является фронтманом группы Луна Парк А также гитаристом Элизиум Пишет Мария Маракулина А про Элизиум ты не сказал? Ну, простите Я думаю, что группе Элизиум не нужна эта дополнительная реклама А он? Как музыкант А мы его не продаём Мы его не продаём Мы держим его Хороший музыкант, да Друг Держим его у себя Хороший музыкант Ну, не отпускаем 46-47, я понял 46-47, короткий номер для СМС К ваших начал свои Пробильчик А дальше ваше сообщение Не забывайте о том, что можно отписываться и в группе ВКонтакте Ну и Спалил В чатах В любом случае мы отовсюду что-то выискиваем Нижний замечательный город Да и не только и в Пиджи Много знакомых имён Пишет Ирина Фильцина Кстати сказать, она же тут чуть раньше писала Что он земляки Будем знакомиться Будем слушать знакомиться Как так получается, что человек из Нижнего и не знает вас Я в Нижнем тоже не знаю Вот эту замечательную девушку Иру Ну, в общем, неудивительно Девушка не играет ни на чём И, в общем, публичным человеком Значит, она не ходила нам на презентацию в рок-бар Ира, вот, минус вам Минус, Ира, да Минус Всё, мы поставили минус одной слушательницы сегодня За то, что она здесь плюс А за то, что не ходила на презентацию, минус Давайте дальше Что это будет, что за песня И откуда Сразу говоря, об альбоме Какой альбом? Пейзажи и портреты поезда На неё с ней есть видеоклип Если вам проще смотреть, в общем-то, клипы И воспринимать музыку То можете смотреть на ютубе клип поезда Окей Как всегда, живой звук Программировые ЕЛФ сегодня здесь Из Нижнего Поехали Мой финиш-горизонт Споткнусь о край земли Ни паруса, ни зонд Меня не подвели Шептали ветры мне, что я Навеки брат Звенели якоря Я думал, я богат Но в якорях есть цепи Так, словно в кандалах В моих карманах Ветер Я беден Я богат Субтитры сделал DimaTorzok Колеса стрелки, поезда, вагоны, полустарки Сколько помню я всегда на низком старте За точки спором доберусь любым другим экспрессом Я должен отыскать то место, где сомкнуться Рельсы я наматываю Рельсы на глазах Тыкаю километры в дамбур от курящих И если длить вокзал Как кто-то мне скиотстал Но мне подходит поезд проходящий С любым попутным ветром Поднимаю паруса и отпускаю корабли Вперед за горизонт Отпадаю словно щепка на волнах К любому переугу Куда меня прийдет Асфальт, бетон, крыль, грунт Иду любой дорогой Тебя со мною по пути Согай со мною в ногу И сколько б не был я в пути Ни разу не устал Я должен отыскать дорог Начало всех начал Это нельзя остановить Это, наверное, в крови Монгольский след Моих цыганских генов Это нельзя остановить Бежать хотите Ехать, плыть, мои пейзажи Не висят на стенах Сегодня здесь, а завтра там Деревни, села, города Я просто мастер смены декораций Сегодня здесь, а завтра там Следи за мною по следам На этой карте мне не потеряться Мой вечный путь, мой вечный бой Я все свое ношу с собой И если заболел дорога, знахарь Мой вечный путь, мой вечный бой Но ночью снится мне покой Таково, где я наконец-то бросаю якорь А я напасываю рельсы на глазах Вдыхаю километры в табуро курящих И если здесь войска Как кто-то мне сказал То мне подходит поезд проходящий С любым попутным ветром Поднимаю паруса и отпускаю Корабли вперед на горизон Потаюсь, словно щепка на волнах Ищу тот день, где меня хоть кто-то ждет Бенц Слушай, вот эта идея соревноваться с поездом на перегонке А посмотрел Я придумал, сознаюсь Да? Ну да, как-то вот такое Захотелось уже к 13 годам картинки, к музыке И я стал думать, как это вот реализовать визуально Придумал и вот нашел человека, товарища Нет, хорошо очень Это Саша Руссов Замечательный видеограф И по совместительству музыкант из группы Трейси Кстати, вот такие панк-рокеры Прям калифорнияк Там прям очень интересно все То есть друзья вокруг Я понимаю, да И друзья Хорошо, когда есть друзья еще Там тем паче, когда друзья талантливые Которые могут помочь И реализовать твои собственные заморочки С каким-то таким вот интересным подходом Вот он снял потом Смонтировал клип на лепесток на песню И сейчас вот про Сокола тоже он будет монтировать Тоже уже будет делать И снимал, и монтировал, да Хороший клипчик, кстати Его выложил кто-то здесь Константин Твердый Прям в нашей группе Имею в виду в сегодняшней переписке Выложил этот клип Я не знаю, кто это такой Но он хороший человек, спасибо Можно посмотреть Ну, Гугл или как ты сказал Ябланутые люди Есть еще такой поиска В любом случае найти можно все, что угодно Было бы желание Вот, например, Александр Сазанов пишет Расстреляйте, но я их тоже слышу впервые Хоть я из Нижнего Новгорода Привет присутствующим Салам Вот недоработочка, ребята, ваши Недорабочка Надо как-то Ну, я могу объяснить Директора, администратора нету Есть менеджер Артем Добрели Замечательный человек Он нас пиарит там во всяких интернетах Нас благодаря нему даже звали на Старый Новый Рок Старый Новый Рок, да, в Екатеринбург Так Мы не поехали, потому что не платили дорогу Это очень дорого на группу И мы писали в тот момент альбом И мы решили вложиться в альбом Кстати, фестиваль очень хороший Я знаю, он с историей очень крутой Я там бывал как-то членом Там были Офанкилио Жюри этого фестиваля Могу сказать, что там собираются Замечательные музыканты Более того, и, в общем, те Дедушки русского рока Так называемого, да Которые там присутствуют В постоянном режиме Чего там скрывать Чайфовская тусовка Так, по большому счету Они тоже отбирают далеко не каждую группу Если они вас звали, приглашали Это приятно, но это вот Оттемкину заслуга Действительно дорогого стоит Жаль, что не смогли съездить Но в любом случае, я думаю Что вы на днях разбогатеете И обязательно поедете туда как-нибудь Сами уже, без приглашения Напомните, что вас звали Все, вот мы теперь можем Владимир Шахрин Да, к примеру К примеру Оттезавод накладывает свой отпечаток Ребята жгут Я вот тоже из Нижнего Я о группе до сих пор не слышал, к сожалению Зато слышал сейчас Как хорошо, что есть свое радио Антон Ушатиков пишет, например Приходите к нам на рок-концерт Тогда, Антон Когда? А вот Когда-нибудь Я думал, ты сейчас дату назовешь Какое-то место, где вы будете играть Ну, вообще сейчас, слава богу Есть небольшие площадки На которые можно без всяких там Заморочек замутить Ну, чаще вы у себя играете В Нижнем Ну, да, мы немного ездим Чего так? Да, опять же Если нас вот замечательные наши Соотечественники не знают То Кто же нас знает здесь Вот мы для этого сюда приехали Узнавайте о нас И зовите Мы готовы подрываться вообще В любые места А в Екатерину рук не смогли Нет, ну, соответственно Условия надо обговаривать Я понимаю Я понимаю Кстати Тоже хотел сказать Одну вещь интересную А, вот сейчас Денис Шишлов пишет У солиста поет все Руки, ноги, голова, попа Блеск Ну, человек наблюдает за тем Как ты это делаешь Я еще сдерживаюсь Тут у меня провода Я понимаю Мешаю шнурок привязанный К тому месту О котором блеск Сказал Денис Шишлов А Леонид, кстати, у нас тоже Козырно танцует А чё ж не танцует теперь? Что такое? Вот Это легкая па Ну, вот Жалко, что мы этого не увидали Жалко, что мы сегодня Так и не услышали А вы зовите нас на Ронгонцент какой-нибудь Там на фестиваль Своё радио И мы вам там Со спляжами споём Молодец Очень правильно Вот с таким подходом Вы должны быть известны Не только в России А в Штатах даже Мне кажется Во всем мире Ну, когда ты так очень легко И здорово Напоминаешь о себе Нас знают в Нижнем Тагиле Я его точно знаю К вас по низам Всё как-то Нижний Новгород Нижний Тагил Но он на самом Выше чем Там замечательные товарищи Кстати, я был Когда-то давно удивлён Что помимо Нижнего Тагила Есть и Верхний Верхний Да, Нижнее место страшное Верхнее ещё хуже Ну, там живут люди Да, всё Мы в Нижний Тагил За картошкой ездили Вернее, не ездили А там Грузили картошку Я в армии служил Просто в Свердловской области И нас Нашу часть Возили на загрузку картошки Я всю жизнь буду вспоминать Эту картошку По-моему, в октябре месяце А там уже хорошо В октябре, как в Москве Вот сейчас Да, и картошечку Мы эту бьём Ладно, что-то я отвлёкся Ностальгирую немножко Ну, я тоже застал Перёд картофельных копалок Павел Паш так поёт Вот на самом деле Это манера, которая вызывает У человека Вот в этом есть фишка, наверное Человек сидит и слушает Выматерится он уже наконец Или не выматерится Вот манера пения такая Нет, не выматерюсь Я знаю Не люблю Я знаю, я понимаю Ну, как в своём творчестве В чужом очень Просто манера сама по себе такая Вот как Такая пацанячая Хотя могу сказать, что Человек интеллигентнейший Пообщались мы до эфира И образованный О как Ну, а что? Ну, глаза выдают человеку В любом случае Дурное воспитание Да, не говори Скажи мне, почему тогда В этой стилистике всё Почему? Стихи лиричные Очень нежные Про любовь Я смотрю много Это про жену было Я понимаю Ну, а жена-то не любовь, что ли? Нет, просто она сейчас слушает Она может подумать Что это про другую любовь Понимаешь? Я подстраховываю Вообще Стихи про любовь Стихи нежные А вот сама по себе Манера и подача Она такая достаточно пацанячая С района Мы же с области Да, у нас там Либо ты пацан, либо нет А, вот это принципиально Это не важно Что ты Джек Лондона вчера читал Ты должен выйти И доказать, что ты нормальный пацан Умеешь там, не знаю В полки-банки играть Вот Вот она где Силы России Я вам скажу Вот она где А на автозаводе Все эти Москвы, Питеры Вся эта гламурная тусовка Вам вини Еще как У меня жопа-то больше Ты же понимаешь Жопа-то вообще Растет Вот И очень здорово Что есть такие пацаны Просто потому как Я уверен абсолютно На ваши концерты Ходят ребята Не только отвязанные Но и вполне себе Интеллигентные образованные Очень приятно Когда люди стоят И понимают о чем ты поешь Вот-вот Вот о том я и говорю Мне это не менее приятно Когда люди просто Чувствуют драйв И фигачатся у сцены То есть это в равнозначной Приятности Практически А кто пишет тексты? Я Сам Всегда А музыку? Когда-то я писал Потом вот друзья Товарищи Вот предыдущий альбом Я еще раз говорю Сережа Лазаров писал Ну а как на совместить тексты музыку? Кто пишет обычно Саму болванку, рыбу Ну вот смотрите Все в сравнении Да вот допустим Какие-то пару песенок Будет одна С предыдущего альбома С роста Она Мною там Три аккорда какие-то Я умел играть Вот Потом значит Леня подтянулся Ну просто нужен был музыкант И мы нашли друг друга С детства опять же И я ему управлял Просто заготовки Текстовые Он уже там Ну или там Ля-ля-ля Навокалил что-то Вот он уже писал Как бы музыку И мы на репетицию Ее аранжировали Пейзажи и портреты Это в общем-то Еще раз говорю Сережина работа Потому что он приносил рифы Мы писали рыбу И здесь уже был Обратный процесс Я в плеере носил Ну рыба Это музыкальная Как бы заготовка С репетиции Для тех кто не знает Ну вот я например Не знал что такое рыба Ну вот И я в плеере бывало Что там По две недели ходил Вот один зацикал И вот там кусок И вот наговаривал На него слова А вот поезда Также вот они появились То есть я там Я не знаю сколько раз Я слушал Не надоело Да нет Танцуешь То есть в удовольствие Получается Это коллективное творчество По большей части В музыкальном плане Да Окончательное То есть находки музыкальные Окончательные ходы Филигранная вот эта обработка Антош кстати на студию Тоже очень много советов давал В том плане Что ребят Давайте здесь вот маленечко И прям получается алмаз Верю Алмазы уже были Бриллианты Верю да Алмаз надо огранить Так что бриллиант получился Давайте петь дальше Что это будет Это будет песня без корней Откуда? С пейзажей портреты Все еще по кассету Вальпу Да мы предупредим Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня Разбирайтесь да маленечко Я тут бахну сейчас Елли Погнали Когда на всех улицах вспыхнут костры Из книг что стояли на наших полках И двери домов задрожат Под ударами кованых Крепких запопок Когда нас положат лицом на асфальт И патрули встанут на перекрестках Мы выйдем на улицы Чтобы снова учить людей читать между строк Когда нас научат везде ходить строем Выкрикивать лозунги И совсем соглашаться Когда объяснят что свобода важнее Вселенский покой и контроль Мы будем шептать по ночам В каждый дом сквозь отверстия вентиляции Что даже в сломанном теле Мысли двигаются сами собой Нас будут вытравливать как сорняки Но чем меньше нас Тем мы будем ценнее Корни прочнее А слова будут бить точно в цель Буры пожнет Тот словом Ветер посеет Мысли и ветер Не сможет никто запереть Субтитры создавал DimaTorzok Уладая чем есть все что попало И лучше будь один чем с кем попало Будь В начале тяжелее всего это само начало Куда идти зачем идти Как сложно выбрать путь С попутчиком хорошим Любой путь вдвойне короче И легче стать яснее цели Проще разговор Поэтому кто ищет власть Все время заморочен Твой легкий шаг Свободный шаг себе поставит в строй Ты должен двигаться ровно Ты должен двигаться встанк Так как через головы Увеликая цель оправдает Потолки встанк Ты должен двигаться ровно Ты должен двигаться встанк Так как через головы Увеликая цель оправдает Потолки встанк Для достижения цели Есть всегда достаточных путей Когда мы вместе можно все Когда мы вместе мы сильнее любого сможем Растоптать, подвинуть на своем пути Никто не сможет устоять под серым натиснем Далпы из чувств полотна И плеча есть равенство И бред, поесть, но равенство С толпой смешно, встанк Получаем Сделить не значим Отнимать равны не значим Быть ровнее зажатым Без бетонных стен легко Держаться без корней Ты должен двигаться ровно Ты должен двигаться встанк Так как через головы Увеликая цель оправдает Потолки встанк Ты должен двигаться ровно Ты должен двигаться встанк Так я через головы Великая цель оправдает Потомки простят Когда мы вместе Можно все, не остановишь Наш набор Но если ты большое дерево Я маленький набор Живой звук Абсолютно живой В программе живые Исключительно живые звуки Иначе какой смысл был бы тогда Нормально Какой был бы смысл Тут народ пишет, что надо издавать стихи Но я так понимаю, что стихи-то издавал Есть альбом стихов Он тоже где-то там Называется на задних страницах тетрадей Ну то есть это альбом-аудиоальбом Ну я там что-то начитал, а мальчишки взяли Как гитары, буквально наимпровизировали И такая подложечка получилась Потом Леня еще каких-то сэмплов насобирал Получилось такое Ну не знаю Полосковый это не тот момент Но первое, что приходит в голову Ну то есть стихи под музыку Под шумы Разве это называется музыкой Стихи под шумы Я понял Теперь вот что Ты не думал издавать стихи в бумажном виде? Ну скажем, как книгу Ну стихи-то хорошие Я, спасибо Да на здоровье Не думал пока Но я тыкаюсь во всякие Бывают там, знаете, паблики, конкурсы Там вот конкурс лучших стихов на вот это Вот так выбираешь У меня вот на это есть Отлично, давай Конкурс лучших стихов на вот это Вот буквально недавно профукал еще один конкурс Нормально Чего так? А мало собачек вот этих с хвостами круглыми На сайте И что? Ну дельфин сказал, что не надо Не надо? Да Почему? Ну мало лайков, поэтому как бы не прошел в топы Лайки Ты знаешь, какая штука-то интересная? Анголосовалка, да Я тоже всем там Ребят, поставь сердечко Ну почему тогда? Вот когда голосуют таким вот образом Это вызывает у меня, правда, несколько странные эмоции и ощущения Ладно, когда, допустим, вот у нас есть такая программа Называется «Хит порядок» Ну понятное дело, что это распределение за неделю песен Люди лайкают И я совершенно четко понимаю, что это честная история Ну хотя бы уже просто потому, что у нас не принято, в общем, когда музыканты кричат Давайте лайкайте за нас, давайте голосуйте Как-то мы стараемся по-честному, мы их отфильтровываем Да, у нас есть специальная программа, которая ботов и всякие накрутки отфильтровывает И мы понимаем, что вот мы видим реальные цифры А когда стихи и конкурс, у которого есть Там было жюри, да Жюри, да Она отбирала там из четырех тысяч композиций Ну как бы произведения, она отобрала порядка трехсот Именно те, которые были в топах По лайкам Ну по-моему, да То есть если у тебя большая семья Да Много друзей Да И эти друзья все тебя сильно и нежно любят То, в общем, ты явно будешь в фаворитах А если у тебя нет большой семьи, друзей, товарищей, подруг Ну без друзей тяжело, Пугачева спела бы Понятное дело В общем, короче, это конкурс тех, у кого больше друзей Я не знаю, там как в кулуарах все проходит Не хочу очернять, но конкурс был, люди читали Там что-то комментировали, спасибо им большое Ну ты хотя бы читал те стихи, которые выбились в десятку, скажем? Я читал, мне тяжело читать вот не Маяковского Я понимаю, да Но тем не менее, тебе понравилось что-то из этого? Понятно, спасибо Не запомнилось Я уже все понял, да Если что-то... У меня вот подружка есть, Лена Агарышева Она хорошо пишет Потому что подружка, я заметил, да У нас такие отношения всегда Ну я знаю, что у нее там друзей любим Много уже Окей, давайте так Я понимаю, что музыка не дает возможность зарабатывать Ну это понятно Совершенно очевидно Пока, да Вот давай, хорошее слово, правда, пока А как живете-то? На что живете, на какие деньги и откуда берете? У нас есть, вот, кстати, Володя Архипов Он зарабатывает музыкой Володя, иди рассказывай Замечательно, вот у него микрофон А что рассказывать? Ну кем работаешь? Работаю в леномном барабане в ансамбле песни и пляски Приворского федерального командования внутренних войск МВД России Вот как тебя забросило-то судьбинушка Барабанишь на чем, извини? На барабанном Он вообще, на самом деле, в городе это известный барабанщик Он играет в огромное количество коллективов Или играл, это очень крутой барабанщик Ну это нормально, да, то есть это нормальный заработок А летом пока не сезон, альпинизм промышленный Так, то есть летом ты, значит, шаришься по домам По стенам Утепляю исключительно Утепляю исключительно, да, я понимаю, да А в не сезон ты играешь в ансамбле МВД Да? Пристроился парень очень хорошо, на самом деле Это очень хорошее было-то знакомство, замечательно С МВД дружить надо Я тебе говорю как спецназовец в МВД в свое время Вот я же служил-то где? Я же говорю, в Свердловской области Там чего у нас находится чаще всего? Довлатов там был Да, это тоже, да, это тоже, это тоже верно Не, ну клево, нормально, то есть в принципе на жизнь хватает Да Замечательно, кто еще чем похвастается? А там тоже музыка зарабатывает, там же звукорежиссер Ну звукорежиссер, да, безусловно Это понятно, в общем, вопросов больше, наверное, и нет Потому что все очевидно А ты сам-то чем зарабатываешь? Мы же не про всех Подожди, давай с тебя Давай-давай-давай Я учитель Учитель чего? Географии И основа безопасности жизнедеятельности По образованию Ты детям преподаешь? Да, давно Вот я же говорю, человек интеллигентный Я же не знал, что ты учитель, а в глазах-то светится любовь И нежность И, в общем, какое-то такое светлое чувство к окружающему миру Конечно Кто еще, давайте, рассказывай Ты чем зарабатываешь? Давай рассказывай Ленечка пошел Парадусит, пружинку подвину поближе Давай И ремонтирую холодильники Обращайся Какая полезная профессия Чего ты в нижнем-то живешь? В смысле фреон заливаешь? Ну да, да, да Ну я там в основном Торговые холодильники Там пивные Там газировки Ну в смысле большие Которые не домашние Да, да, да Ну которые, вы знаете, в магазинах стоят Там пиво берут из них Клево 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 Спасибо тебе большое Спасибо Замечательная профессия, между прочим Кто? Тимур остался? Тимур у него там Давай, рассказывай Ты чем зарабатываешь на жизнь? Работаю в магазине инструментов У нас есть нижегородская замечательная компания ТМК На правах рекламы Крупная, да Да, у нас, пожалуйста, у нас можно Не вопрос Не жалко Вот, и... Работают, а? Ну то есть ты занимаешься продажами? Да, я занимаюсь продажами и администрацией Клево Вообще нормально, когда в коллективе столько разных людей И столько разных специальностей Во-первых, есть человек, который связан с музыкальным магазином Так что оборудование... А нет, у меня не музыкальное Музыкальное магазин А какой? Инструментов Бензопилы Электроинструменты Инструментов? Я что-то подумал, что... Ах, бензопилы Снегоуборочные машины Ононочего Ну тоже хорошо Тоже полезная Да, неплохо Тоже полезная Замечательная история Спасибо Спасибо, двинемся дальше В общем, нормальные Работяги Работяги, хорошие профессии А, кстати, вот Исключительно кроме тебя Все остальные нормальные, ребят Что ты вот это вот со школой-то скажешь? В смысле чего? Почему я учитель? Ну, нет, почему-то учителя я спрашивать не буду Потому что проще всего поступить в педагогический институт Это хамство, кстати Согласен Молодец, отбрил Ну просто у нас, я не знаю, как сейчас на самом деле Но в мое время, если человек не поступал никуда Он шел в педвуз Уже извини, так получилось, что поступить проще всего Или ты шел сознательно? Ну, как сознательно Я в одиннадцатом классе Мне родители дали Вот, смотри, сын, список Вот, профессия в педе На педагогическом университете Да, понятно Где ты можешь получить высшее образование Я не хотел его получать Я посмотрел специальности И понял, что вот литературу на историка я не сдам А вот на географию нет математики И я такой О-о-о-о Сеть, что я вообще Поступил Подступил как молодец По целевому направлению И поэтому я три года должен был отработать обязательно Ну, ты уже закончил отрабатывать? Да, я десять лет работаю То есть ты остался? Там же 2005 плюс 3 получаем Так Ну, я же как учитель, да? Получаем 2008 Чем было в 2008 году? Понятно, помню Вот, а мне платили стандартную стабильную зарплату Тому времени уже такую, ну, вменяемую И остался работать, потом все А что за дети? Зрёстненькие, маленькие? Ну, полный спектр С пятого класса географии сейчас И по одиннадцатый класс Ну, ладно, дети А как старшие относятся к тому, что их педагог по географии Еще и на сцене, понимаешь? Ну, я же вот не хожу в школу как рок-звезда Я как учитель туда хожу Так, подожди, ну, они что, не могут же не знать о том, что ты Ну, вот Завуч меня отпустил сегодня с уроков Сказал Ну, раз Москва! Ну, конечно, Павел Сергеевич езжает Ладно, Завуч, дети-то как? Ну, они пронюхают Приходят на концерт? Давно, я не афишировал это на работе Они давно пронюхали Приходят уже, как бы, и выпускники, слава богу, приходят Ну, когда дети приходят, конечно, там же есть возрастные ограничения Охрана рок-бара, все дела Вообще у тебя клево У тебя, на самом деле, уникальная ситуация Ты можешь петь на сцене, потом вдруг остановиться Какой-то, мне сказать, сегодня в зале мои дети И человек 50 скажет И зал просто офигеет От того, что нифига себе, сколько он настрогать-то успел за это А ты тогда можешь совершенно смело говорить, нет, я учитель Говорите об этом гордо Я горжусь своей профессией Да, я считаю, что это Есть замечательная группа Плакс, кстати сказать Там два вокалиста Один из них реальный пожарный, который работает пожарным Не пожарником, надо говорить Пожарным, да У нас есть такая тоже группа А второй вокалист заучивший в средней школе Вы коллеги, да И поэтому мне всегда интересно, когда люди Настолько спектр разброс того, что человек делает в жизни, в реальной жизни Чем он занимается для души Удивительно, конечно Удивительно, давай петь дальше Что это будет? Это будет песня с крайнего альбома с пейзажей «Портреты» Она называется «Классики» Сейчас я стихи вспомню, да? А, вот, да, вспомнил Я же говорю, я запинаюсь, нервничаю тут Я же прозой говорю на уроках-то А тут медленнее, да? Как всегда живой звук программы Коротулечка А, вот сюда Вот сюда, погнали Мама, до дедлайна еще две таблетки Я по пути в рай, мне не надо мешать Я кирпичом на земле вывожу клетки Пронумерую и буду по ним прыгать В Твери привет У нее будет золото в канах Ванна в лимусинем Тача на Багамах Тысячи поклонников, сотни операций Личная жизнь на пленках папарацци О чем еще мечтают? Девчонки, правильцы, все, что она знает Дела из телевизора Всего три канала, на них все замечательно Вольфереризм ничем не примечательно Девочки чертят на асфальте Классики прыгают, прыгают Вперед толкают камень Кто первая, допрыгает А самая крутая Классики у девочек Кончаются раем Нам всем обещали, что мы станем знаменитыми Самыми богатыми, самыми счастливыми У каждого будет его минута славы Мы все постоим на ступенях Елистала И все окунемся У волны признания Морином, пиреок Граем на Багдане На поприще политики, спорта, дипломатии Ведь это так же просто, как играть в классики Девочки чертят на асфальте Классики прыгают, прыгают Вперед толкают камень Кто первая, допрыгает, а самая крутая Классики у девочек Кончаются раем Места небе мало, по этому В очередь с утра толпятся Бухгалтера рабочие, расчет очень простой Слегка подвигать злобой И после можно всю жизнь не работать Жить на дивиденды, проценты от продажи Всю свою жизнь и после смерти даже И мегастар, суперстар не стал Когда ты был маленьким, о чем ты мечтал Девочки чертят на асфальте Классики прыгают, прыгают Вперед толкают камень Кто первая, допрыгает, а самая крутая Классики у девочек Кончаются раем Девочки чертят на асфальте Классики прыгают, прыгают Вперед толкают камень Кто первая, допрыгает, а самая крутая Классики у девочек Кончаются раем А вот теперь к другому микрофону Да, 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 не путайся Кстати, скажи, пожалуйста, вы на радио в первый раз играете живьем? Или уже были такие? Третий Третий, а где играли до этого? У нас есть замечательное полустуденческое радио Потому что у нас есть радиофакультет в университете Балабачевского И там есть Ральф радио, интернет радио тоже Вот мы там играли И буквально 4 или 6 декабря нас пригласили на НН радио Это такая радиостанция наша, Нижегородская Там тоже есть такая программа по пятницам Раз в неделю с нашими музыкантами То есть полностью полный звук, абсолютно Ну, барабаны только электронные А так все хорошо, да Это обычная беда Обычно считаешь, что с живыми барабанами Спасибо вам за это Невозможно Возможно еще как, только надо руки приложить Обычно ленится это делать Далеко не одно и то же играть на живых барабанах и на электронных Любой барабанщик это понимает Там отдача другая Ну, в общем, масса нюансов, которые лучше, наверное, не использовать Дома так для себя можно баловаться Чтобы соседям по башке не бахать сильно А в студии надо играть по полной Окей, скажи, ты уже упомянула жене Она чем занимается? Тоже учитель? Она у нас в классической советской семье Я учитель, она инженер Инженер, понятно Ну, а что касаемо классики Раз уж мы говорим о классике Пошли в классику Давай в классику и углубимся чуть-чуть У нас еще до конца этого часа есть время Поэтому есть возможность поговорить на эту тему тоже Дети твои, вот допустим, ты как педагог А, педагог Рабочие дети Рабочие дети, это так называется, хорошо? То есть те самые дети, которых ты учишь Те самые дети, которым ты передаешь географию Вот ты, как человек изнутри, наблюдающий за молодежью Совсем молодежью С детьми, которые растут на твоих глазах Вот до 11 класса, до выпуска Да Что с ними сейчас происходит? Во-первых, я почему спрашиваю? Мне тоже это важно Потому как мы следим за молодыми музыкантами И ищем интересных молодых и ярких У которых может быть какая-то перспектива Меня лично сильно радует, да Меня лично сильно радует тот факт Ну, по крайней мере, в Москве это так И в Питере это так Не знаю, как в Нижнем Все базы музыкальные, которые существуют Нынче забиты молодыми, 15-16-летними парнями Которые занимаются нормальной, живой гитарной музыкой Не электроникой Хотя это тоже хорошо, наверное Не попсой, а вот реальной, живой, настоящей, правильной, грубовой музыкой Это Москва и Питер Как в Нижнем с этим обстоят дела? И как, в общем, нынче твоя молодежь-то какая она? Молодежь классная Спасибо Ну, она прям очень клевая такая, позитивная, смешная Ну, чем они живут? Чем дышат? Какую музыку слушают? Они друг другом живут, любовью там Это нормально Да, это нормально Потом гаджетами всякими, интернетами Компьютерными играми Ну, это прогресс, от этого никуда не деться Вот, общением с людьми там, все хорошо у них Вот Ну, из моих вот выпускников и учеников Митя Гуцевич, очень хороший гитарист Прям такой, ну, товарищ у меня был Ну, как бы мы с ним, когда учились-то, мы враждовали Потому что он был раздолбай А как музыкант Потом мы даже пересекались на площадках отдельных Вот, потом Кто из моих-то еще? Ну, есть музыканты Есть люди, которые учатся здесь, допустим, в Гнесинке На кунгобоях и кларнетах Ну, это как бы Вот, то есть Ну, вот молодых на нашей точке я редко вижу Ну, да, мы Мы просто ходим репетируем Я-то говорил о молодежи изнутри Потому что ты с ними общаешься ведь не только на уроках И на переменках Ты их видишь Ты их видишь в постоянном режиме для себя И ты имеешь возможность наблюдать за тем Ну, конечно, все они в гаджетах сидят В общем, не понимаешь Я их отвлекаю, да Да, как ты их отвлекаешь Но на что они отвлекаются? Чем они сейчас живут? Они отвлекаются на внимание То есть что не хватает людям? Внимание, какое-то участие, забота, интерес в их жизни А у нас можно пересечь с ними по музыке, поболтать Я еще помню компьютерные игры даже Ну, там по Акмана, все Ну, понятно То есть ты позволяешь себе общаться с этими детьми С рабочими, как ты сказал, детьми На какие-то житейские темы Отвлеченные, конечно Ты хороший учитель Я не знаю, не мне судить Тебя не выдвигали еще на премию «Учитель года», нет? В каком-то лохматом 2007 или 2008 году Я только-только-только начинал работать Как бы они такие А сходи вот на район «Учитель года» Ничего Премию дали 300 рублей Ну, ладно Дело-то не в деньгах Дело в том, что тебя признали все-таки в «Учительном году»? Нет А деньги за что? А ну, за участие, естественно Я вам скажу Я вам скажу вот что Здорово, когда музыкой Качественной, хорошей музыкой Занимаются люди, у которых есть возможность Действительно нести что-то светлое, чистое и доброе Помимо музыки еще Учитель, который Это звучит гордо Во-первых, это звучит гордо Без иронии, я сейчас говорю Это первый момент А второе Учитель, который Имеет возможность и желание Общаться со своими Детями, как сказать, студентами Это же дети еще Со своими детьми Помимо уроков А так, на дитейские Отличенные темы Это дорогого стоит У нас были такие в свое время Но их было мало И каждого на перечет Можно было вспомнить В школе, например Ну, я таких знаю много Я с ними работаю Значит, время изменилось Значит, что-то поменялось в школьном На самом деле Это круто Это круто Давайте закроем этот час чем-то Классикой закроем Песнь о Соколе По мотивам произведения Максима Горького По мотивам Ну, по мотивам, естественно Мы же готовимся К 180-летию Максима Горького Которая будет через два года И Через два года Мы будем С утюгов играть с этой песней Я абсолютно в этом убежден Мы закрываем этот час песни Я сейчас имею в виду Ту аудиторию Которая может быть Слушает программу впервые Потом будет пауза После чего вернемся в студию Еще целый час С группой ELF Здесь мы проведем Погнали А я готов Хоть из окна Хоть в океан Из ярких снов Себе сплетая саван В погоне за своей мечтой Себе покоя не давать Чтобы хватить ее рукой Поймать и отпустить И вновь мечтать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как тесно море Среди скал Как хочется простора Уйти сбежать за горизонт Залить собою горы И бились волны А гранит в безумной белой пене А сверху змей смотрел на них И верил, и не верил Опять война и тих стихий Ветра, воды и камня Зачем вся эта суета Я их не понимаю А с неба сокол падал вниз Крылья свои ломая Буду учиться летать Падать, вставать, падать Падать, вставать, падать Сбить их колени, а серия спать Синее небо так манит, манит И если под крыльями слез на ветра И если у груди сердцу От счастья тесно Значит, полет это стоит затрат Боль, вот и кровь, вот мой путь К совершенству Я видел небо, я словно бился Я знаю, счастье оно в полете И если небо ночами снит, тут тайна Карнизит огни И помни, я буду учиться летать Падать, вставать, вставать, вставать Сбить их колени, а серия спать Синее небо так манит, манит И если под крыльями слез на ветра И если у груди сердцу От счастья тесно Значит, полет это стоит затрат Боль, вот и кровь, вот мой путь Ну что, продолжим Напомню, сегодня здесь Нижегородская Так же правильно, Нижний Новгород, Нижегородская Так или иначе, по-другому не скажешь Группа ЕЛФ И мы слышим их песню Само собой, пауза была долгой Надо, наверное, начать сейчас с чего-нибудь Что это будет? Это будет песня «Нет волшебства» С крайнего альбома «Пейзажи и портреты» Как всегда, живой звук Программа «Живые» Поехали! А он стоял и улыбался В руках был шарик, под резинкой пистолет На улице один остался Средь облетавших пухом тополей Он знать не знал, да и не мог поверить Что я сумею про него забыть Что я оставлю там его, за дверью После всего того, что мы сумели пережить После безудержных ночных гуляний Купания в прудах до синевы После войнушек, казаков и кожаных сандалий Пиф-паф, считай до десяти ты был убит Что после этого всего я стану хмурым Я буду вечно занятый, порою зол Что я возьму и все-все-все забуду Работа, дом, компьютер, стол и алкоголь Он не поверит И ножом из деревяшки Мне вспорит грудь, раскроет ребер створки И в пустоте груди под офисной рубашкой До самой смерти буду я хранить ребенка И в пустоте груди под офисной рубашкой Наверное, жить в матрице гораздо интереснее Цветные сны на каждый день Не то, что небо с плесенью Сплошные группы, встречи, вечеринки, дискотеки Не то, что у меня путь от работы до аптеки Не то, что у меня путь от зарплаты до зарплаты Заработал на проезд и на проезд потратил Мечта одна на каждый день, хватило б только средств Руби рубли, не вырубив, не вырубив чудес Три какое небо, у какие облака, у какие на деревьях листья, у котенка лапы Я все это нарисовал, принес специально для тебя Кто все это придумал, он волшебный Правда, папа, смотри какое небо, у меня это самое А ночью будут звезды, фриги, а то просты Смотри, как все меняется, цветет, поет, растет Не знаю, папа, я, я не хочу быть взрослым Немного волшебства, ну да, не помешает Немного алкоголя, смешного чая Немного гипнозавы из ящика чудес Чего-нибудь пожрать диван под мягкий пресс Наверное, лет пять, как я, не замечаю Как все вокруг себя, я меряю нулями Какой роскошный дом, за сколько она даст Ты знаешь, когда-то я был одним из вас Смотри, какое небо, какие облака Какие на деревьях листья, у котенка лапы Кто все это нарисовал, принес специально для тебя Кто все это придумал, он волшебный Правда, папа, смотри, какое небо, у меня это Самая, а ночью будут звезды Бриллиантов росы, смотри, как все меняется Цветет, поет, растет Ты знаешь, папа, я, я не хочу быть взрослым Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Спасибо Как это всерьез вдруг пошло как-то так А не было несерьезно, кстати Да, не знаю А, да шучу я, может быть, не очень дошло Или я так неловко по-медвежьи пожутил, прости А, но мы привыкли к таким шуткам Да, я понимаю, я и стараюсь как-то поддерживать ваши привычки Чтобы вам тут кайфовее было, как дома Практически, надеюсь Скажи, пожалуйста, ну, творческий процесс, он сам по себе уникальная штука И когда, допустим, человека творческого спрашиваешь, как ты это придумал Чаще всего человек говорит, да бог его знает, как само пришло Чаще сообщают мне, что это из космоса Это не я придумал стихи, это не я придумал песню, оно само как-то пришло Мы придумали Да, да Вот, у тебя рождаются те же самые стихи и те же песни Ну, как ты вообще делишь стихи и песни? Да, то есть есть Стихи это стихи, а текст это текст Ну, иногда из стихов получается песни, да То есть бывает такое, в закромах порой все А вот, чё бы нет, смотри, а клёво подыграли там И всё получилось Или какие-то обрывки потом просто входят в музыкальную композицию Вот, а вот стихи вот эти вот, коротулечки или не очень коротулечки Они, как некий конферанс рождается, настраивают зрителей на волну То есть мы сейчас выберем примерно об этом Пока ничего не шумит, мы их настроили, потом как дали И всё вообще срослось Ну, это хорошая идея, на самом деле Ну, понятное дело, что не вами это открыто, да Да, это, естественно, не первооткрывательно Но, тем не менее, уже многие сразу на третьей песне подметили Говорят, так, понятно, стихи перед каждой песней Это фишка И это хорошая фишка И, кстати, фишка, как мне кажется, очень правильная Нравственно верная Давай так поставим вопрос Хорошо, спасибо Потому что, да, потому что, как ты уверенно сказал, когда жахнем Тогда можно иной раз, когда не очень хороший и качественный звук, не у нас Ну, вот именно поэтому это родилось То есть я сначала Текстов, может быть, не расслышал Объяснял, вот мы сейчас поем вот об этом А потом раз пауза Люди там, кто у барной стойки замер, кто у стены И такие, стишечек такой, раз Ручки вывернул И всё хорошо Так вот, сам по себе творческий процесс Для тебя это что? Это состояние какого, ну, скажем, ты ждёшь до того, чтобы что-то пришло Или оно само в хорошем настроении, в плохом настроении Вот раньше было, там, по молодости, в плохом Вот альбом Рост предыдущий Он такой очень жаскачный И вообще прям хардкорный какой-то От гранж до хардкора До нью метал Там всё прям очень мощно и сильно И экспрессивно Вот этот, он повзрослее, полиричнее местами И помелодичнее, что самое для нас главное Почему так мало альбомов-то за столько лет? Ну, больше, чем у Чигаркова Это заготовленный был ответ Конечно, я в две недели себе Вот мы с вами, на самом деле, две недели Общаюсь в моей голове Понятно Хороший ответ Я больше спрашивать не буду, действительно Что же обижать Тоже обижать туда хорошего человека Вот тут есть интереснейший вопрос От Романа Макеевского Вопрос, надо сказать, с такой подковыркой Но, тем не менее, любопытный В 2003 году Металлика Во время творческого и личностного кризиса Записала несколько песен с какой-то рэп-группой А вы переживали когда-нибудь творческий кризис Доводящий до крайностей? То есть, с точки зрения Металлика, которая записалась рэп-группой Это крайность Но мне кажется, что этой группе, о которой мы говорим сейчас С названием Металлика, уже, мне кажется, можно все абсолютно Просто потому, что они Металлика Они Металлика С кем угодно Они могут, мне кажется, и с Мадонной спеть вместе И это будет воспринято в мире вполне себе нормально Так вот, отвечая на этот вопрос Кризис какой-нибудь такой был? Переживали? Ну, вот кризис группы связан, прежде всего, с уходом музыкантов Вот, то есть, вот после... Почему мало концертов? Да, потому что мы отыграли презентацию Наступило лето, и вот мы готовы были ездить с альбомом А человека нет И мы вот все лето как-то перенаправились в другое, допустим, русло И вот эти приглашения на радио, приглашения там еще куда-то Они подстегнули нас Мы такие, эх, снова опять готовы жечь огнем и пламенем Да, замечательно Ну, а если говорить о личностном кризисе, а не о кризисе творческом? Ну, у подростков, допустим, альбом «Рост», который в 2011 году Он же вот у подростков, что ни день, то кризис, да И там тебя что-то волнует очень сильно, очень оголенно И ты такой, ах, вот и понеслось Поорать Мы, кстати, вот... Как и постарше? Постарше, ну, тоже бывает кризис, конечно Там не получается что-то, да То есть ты думал-думал-думал Сейчас как все получится и будет всем хорошо А какие-то... Получилось, а хорошо только мне Высшие силы, они ничего там расставляют по-другому И ты расстраиваешься из-за этого Потому что приходится откладывать задумки какие-то Или на работе проблемы Или в личной жизни с друзьями, не знаю Ну, как ты это переживаешь? Делюсь с друзьями Я поставлю вопрос тогда более конкретно и четко Кто-то уходит в занюх, кто-то уходит в запой, кто-то уходит в иглу, кто-то уходит, не знаю, в зал спортивный грушу бить У всех свое решение этих самых кризисов Как ты выходишь из кризиса? Пьешь? Не очень много Понятно Бьешь кого-нибудь? Насильный не наш метод Так, ну что ж тогда? Ну я не знаю, что значит кризис Я периодически сматываюсь из города И просто, допустим, я очень много путешествую Я профессионально занимаюсь туризмом Воспитываю А что ж ты об этом не сказал? А не спрашивали? Я же спрашивал об увлечениях, о работе, о том, чем занимаешься Ну я работаю учителем, а про увлечения как бы не было вопроса на самом деле Хорошо, все, исправились Вот, то есть я воспитываю Турист? Да, со стажем Ну, там сколько? 32 минус 5, 27 27 лет, с 5 лет турист? Ну, посадили в байдарку в 5 лет, сказали, плыви Так ты турист экстремальный? Нет Подожди, если тебя в байдарку с 5 лет посадили Ну, папа-то рядом сидел, все нормально Ну, а теперь ты в байдарке ходишь куда-нибудь? Я и хожу, и вожу, и воспитываю детей То есть в байдарке? И в байдарке, и на катамаране, и в горы, и в леса, и в тундру То есть за тех же детей, которые хочешь в школе? Ну да, я с ребятами в школе занимаюсь, у меня есть отдельная деятельность Туристическую кожу Тебя должны дети любить просто как отца родного? Я не знаю, должны любить, это вот, ну нет такого, нельзя, должно быть, любить Ну хорошо, ты же не психолог, у психологов нет этого слова «должен» Я сейчас говорю тебе о том, как я чувствовал бы себя Ну, у меня есть, скажем так, скажем так, да Если бы у меня был такой учитель географии, с которым можно поговорить о жизни Люди, которые ходят со мной в поход, они более мне близки Это естественно, потому что мы с ним переживаем гораздо больше всяких сложных и приятных моментов Чем с тем, с которыми я преподаю просто А, кстати, супруга с тобой ходит в походы? Мы там познакомились То есть она была твоей ученицей? Нет, она была воспитанницей моего преподавателя И он вел у нас, ну он тоже занимался с детьми туризмом И он вел практику у студентов, и вот повел нас в поход И взял своих детишек, вот мы там с ним познакомились Вот, на мой взгляд, это тот случай, когда я теперь могу об этом совершенно запросто сказать Эталон, в некотором смысле, для будущих поколений и для будущих педагогов Педагог должен быть туристом, педагог должен быть музыкантом Педагог должен быть душевным и открытым человеком, прежде всего Ну, я сейчас, конечно, должен, опять же, употребляю в кавычках, понятное дело Но хотелось бы, чтобы это было так Вот я, например, вспомнил бы свои школьные годы, если их вспомнить То у нас не было вот такого педагога, с которым можно было бы Ну, запросто пожитить на житейские темы, это без вопросов Мне везло с учителем всегда А так, чтобы в поход куда-то вместе Так, чтобы как-то зажигать вместе Потом еще пойти к этому учителю на концерт, послушать его песни со сцены Такого не было И я думаю, твоим ученикам дико повезло с учителем Дико повезло Время расставит все на свои места, они сами решат Куда там время? Это же я сказал про свои ощущения, тебе говорю Это, мне кажется, очень здорово И твои... Кстати, вот тут девочка какая-то написала, молоденькая Да, я сказал тебе, как ее, Василиса Судя по всему, кто-то из твоих учениц Да, имя редко, но встречается Ну вот, она ничего, правда, не написала путного Ну, вопросов никаких не задавала Просто вот, мы вас видим, пишите А задают вопросы? Там есть какой-нибудь интересный вопрос? Вопросов много, тебе нужны их вопросы? Ну, не знаю Хорошо, хорошо Ну, давай так Отклик там Столько родных, знакомых названий и слов А групп такой не знаю Как вы их раскопали? Как нашли? Кричащий вопрос В Нижнем, как и во всей молодежной России Стремление к центру и престижу Небезопределенной уникальности Нужно пожить, чтобы проникнуться Пишет Александр, например Это не вопрос Это эмоция Это эмоция, да Эмоций тоже много Вопрос, как вы их нашли Ну, тут этот вопрос, да Реально круто и так далее, и так далее Сколько экспрессий Я бывал в Нижнем Новгороде много раз Каждый раз мне рассказывали о на дне Горького Может быть, там правда такие облака Девушки красивые Это помню Девушки красивые Ну, то есть, нет никакого объяснения толкового Толкового нет Оно было, но То есть, ты две недели со мной заочно общался Но вот на этот вопрос ты ответа не давал Нет, я могу рассказать длинную историю Про нашего первого барабанщика Про наш первый концерт Он сказал, что по другим названиям выступать не будет Но тот смысл, который был вложен тогда Он потерял себя Сейчас это вот как-то ты же В начале программы сказал Что я не могу классифицировать вот эту группу Я никого стараюсь не классифицировать Я тоже не могу классифицировать ту музыку Которую мы все играем Вот наша музыка, это ЕЛФ Понятно В общем, стилистика понятна Да, непонятная понятна Данил Артемьев пишет, что вообще мне слушать рассказ о жизни группы Куда интереснее, чем просто так слушать песни Так и творчество открывается А вы слушаете их с умом Вот, он имеет в виду, что общение с музыкой вместе Открывает иначе творчество С другой стороны, через призму личности автора Приятно, что такие учителя в наших школах Что с ними меньше вырастет шлангов, ботов и винтиков В ржавеющей машине взрослой жизни А учителя они везде, на самом деле На улицах и не только в школе Дома учителя у вас там Дай бог, чтобы так и было на самом деле Потому что, к сожалению, учителя уже Ну, какое-то время назад я это замечать начал Учителя перестали быть воспитателями Они действительно занимаются А учитель, по большому счету, он не должен, на самом деле, воспитывать Не должен Но, на мой взгляд, когда учитель еще и воспитатель Это вообще дорогого стоит Это однозначно Это дорогого стоит Давай петь дальше Пойдем Сейчас будет как раз композиция с предыдущего альбома С роста Она такая Эх, прям Вот Ну, все сказал А название-то не сказал Она называется Быть похожим Как всегда живой звук Программа «Живые» Останьте, очень органично все получилось Погнали Я в снегопады поймаю снежинку колючую Пусть красотой сверкает под фонарем из темноты По любую седуну, дыханием измученным Пусть будет ничем не приметной каплей воды Помнишь ли ты, какого цвета твои волосы? Помнишь ли ты, очертания губ своих? Глаза смыли краску и стали влеплыми В группе силикона потеряла округлась В нос укоротили, у нос добавили Ноги сломали и длину увеличили Двои сиськи торчат, словно снаряды Морщины разгладили, а прыщи выдавили Хочешь быть похожим на Памелу Андерсену Хочешь быть похожим на Спирс Бридни Я хочу быть похожим на своих родителей Тебя прет быть похожим на гандон с орехами Чтоб вены вздувались, словно лошади Сколько стероидов для этого съел ты И потенциальный глава Калифорнии Хочешь быть похожим на Памелу Андерсену Хочешь быть похожим на Спирс Бридни Твое письмо, Бридс, но не по адресу Я хочу быть похожим на своих родителей Я хочу быть асимметричным, оригинальным Не влезать в рамки среди приличных Быть неприличным, среди нестандартных Быть стандартным Я хочу выглядеть так, как задумано Кенкомбинации Быть таким, как задумано Смысл, а не таким, как хочется Хирурга пальцем Это не значит, что я отрицаю Работу над духом и работу над телом Но только когда это свое достижение Никто-то тебя из говна села Ну это как раз тот самый первый альбом, да? Да Я по тексту все понял, да Что это именно оттуда Из той эпохи, из эпохи детского Или как пубертатного периода, скажем Это из эпохи правления Арнольда Шацангера Я понимаю, да, это тоже мелькнуло Тут есть любопытнейшая сообщница Я не могу его не прочитать Парни, вы жжете неожиданно Вот мне это слово неожиданно В контексте того, кто это писал Показал странным Вы жжете неожиданно Большой привет брату Лене Слушаем сейчас в Москве всей семьей Маргарита Лебедева написала А, Рита, Рита Класс Ну тогда мне интересно Секундочку Если это родственник Близкий человек То почему же неожиданно жжете? Они не знают вашу музыку, что ли? Иди к микрофону Они не сильно увлекались И не были ни разу на нашем живом концерте Да как же так? Ну как же так? Ну они и тут, а мы там Нас редко зовут на... А пластиночку подарить родственникам московским? Нет, у них пластиночки-то есть, да Но не очень въезжают в такую музону А теперь нормально А теперь вот так Ну что? Ну слава Богу Мы кого-то приблизили к вашей музыке ближе Пусть это даже будут близкие родственники Но тем не менее приятно, черт возьми Как называется эта песня? Спрашивает кто-то Василиса спрашивает Ну сказал же Песня называется Быть похожим Быть похожим Эх, быть похожим Просто так Вот написал человек Фразу Эх, быть похожим Сашка дождь написал А, это товарищ из Владимира Наш замечательный Мы как-то там выступали И вот мы с ним переписываемся Дружим Он очень ценит нас Спасибо тебе, Саша Как-нибудь обязательно встретимся Или во Владимире Или у нас Вот интересный я тебе скажу вопрос Причем вопрос от музыканта, между прочим Хорошего музыканта С гнесинским образованием Музыканта Группа 10 марта Есть такая Рифат спрашивает Даже не знаю, как классифицировать Свои ощущения А что для вас ваши песни? Что вы в них выражаете-то? Свой мир Или тот, который видите Или который хотите видеть? Почему люди пишут такие песни? Спрашивает Рифат Ну, во-первых, мир, который нас окружает Во-вторых, мир, который мы хотели бы видеть Я могу сейчас уйти, опять же, в философию Давай уйди, уйди, мне интересно Готовы, да? Лекция Давай Если расценивать нас с вами Как человечество Как вершины эволюции Разумные существа, да? То есть мы должны все делать Как бы, ну, разумно и правильно Но мы так не поступаем А мне это не нравится А что такое разумно Что такое правильно? Ну, есть, да, вот сейчас Современная концепция Гуманности Она не современна Она там вот с Иисуса Христа, да? Там вот идет Гуманности, человеколюбие Взаимопонимание Взаимопомощи Взаимовыручки Согласие Принятие других людей Как они и есть Вот А люди так не делают Мне не нравится это Не нравится, что люди так не поступают Так не делают, да Я хочу, чтобы они были лучше Прежде всего, я сам хочу, чтобы я был лучше А что ты делаешь для того, чтобы быть лучше? Я вот Ну, это же много чего Да, самосовершенствование безгранично То есть Стараться помогать людям Ну, это очень пространные, конечно, такие вещи Вот Нести, вот, пожалуйста Разумное, доброе, светлое Если кто-то задумается о том, что мы поем И действительно узнает себя в каких-то этих песнях И, может быть, изменится Если наши песни кому-то в трудную минуту помогут Что-то совершить полезное И доброе То мы уже не зря Вечная проблема отцов и детей И когда в тексте есть фраза Я хочу быть похожим на своих родителей Я думаю, что Да, я думаю, что многие из родителей сказали бы Да, вот эту песню я своему ребенку поставлю послушать Там про сиськи там нельзя Ну, почему? Там не только про сиськи там мелькнуло слово, которое, в принципе, не надо было бы А я какую? Потом скажу, если ты не понял Про контрактив? Естественно Кандом Это плохо? Ну, если бы ты спел «Кандом», я бы на это не обратил особого внимания Ну, я же с Афтозаводского района У нас парни не понимают таких вещей Нормальный мир нас окружает, пишет Рифат Дальше, вы, видимо, уже услышите ответ Ну, хорошо, вы знаете Значит, вокруг меня тоже хорошие люди Они мне радуют и помогают Он пишет дальше Феноменалисты о чем говорили? Каждый видит мир по-своему Если просто не согласен Крутой мир нас окружает Мы и есть наш мир Ну, то есть он имеет в виду, как видишь мир таким, собственно Я вижу мир хорошо Я знаю, что все хорошее может быть совершенным А как совершенство? Что такое совершенство? Совершенство – это миг А есть оно, совершенство? Есть для каждого Где? В чем? В достижениях Для каждого свое В достижениях Для каждого свое, согласись Опять, в достижениях еще раз Человек чего-то добивается Он становится лучше Причем этот процесс, он длительный Всю жизнь идет Совершенство – это миг Вот оно произошло Вот он зашел на первую Он сейчас учителя включил, понимаешь? Конечно Молодец Молодец Я же тебя на это и раскачивал Чтобы ты наконец показал, как ты преподаешь Давай петь дальше Поем песню замечательную Называется она «Побег» Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня ЕЛФ из Нижнего Новгорода Поехали! На самом деле я вам очень завидую Тем, кто успел, подорвался, обжился, урвал Кто нутроем почуло, что здесь больше нет выгоды Кто успел и уехал, пока я был мал Кто уже заработал себе на гражданство Мне, чтоб всех вас увидеть, нужен шенген Мне же опять собирать из осколков полцарства Мне ладонями останавливать ветра перемен Мне опять неуютно под вашим сочувственным взором Ведь у вас даже нищим подают в СКВ Ну а мне? Мне с утра на работу Я родился и вырос И умер в этой стране Давай сыграем! Вот будет здорово! Давай откроем этот ящик Пандоры За старым проклятием генназий и чат Жить тебе, парень, во времена перемен Это свобода или просто без власти? Поиски денег, поиски счастья Ни денег, ни счастья здесь не отыскать Времени мало Параби дать Я вам даю полчаса на сборы Эта ловушка захлопнется скоро Брать только то, что может вам пригодиться Тени мелькают вдоль нашей границы Я вам даю полчаса на сборы Эта ловушка захлопнется скоро Времени мало и лёд очень тонок Крысы бегут из подводных лодок Времени мало и лёд очень тонко Мою родину в юг суровыми никами Каждое столетие очередная попытка Если не нравится тебе демократия Двигай на запах, словно белая гвардия Если не нравится инакомыслие Высмотри, выгляди, вытрави Выщипи деревья зимою Без листьев, без легче Я ещё здесь, мои корни всё крепче Я вам даю полчаса на сборы Эта ловушка захлопнется скоро Брать только то, что может вам пригодиться Тени мелькают вдоль нашей границы Я вам даю полчаса на сборы Эта ловушка захлопнется скоро Времени мало и лёд очень тонок Крысы бегут из подводных лодок Я вам даю полчаса на сборы Эта ловушка захлопнется скоро Брать только то, что может вам пригодиться Тени мелькают вдоль нашей границы Я вам даю полчаса на сборы Эта ловушка захлопнется скоро Времени мало и лёд очень тонок Крысы бегут из подводных лодок Ну, метафоричное мышление мне всегда нравилось Я себе представил крысу на подводной лодке Как она оттуда бежит В этом и весь цимус Да-да-да, ты, может, как раз глубоко копаешь Серьёзно, глубоко копаешь Ну, я на практике почву-то покараю Молодец Молодец А вот здесь интереснейшее сообщение есть Правда, сначала я не врубился А потом понял, что встречал сегодня в переписке Вот в этой ленте уже Эту фамилию, это имя И понял, что это кто-то из близких Паша, пишет человек Передай привет моей супруге Михаил Якушев Леночка, солнышко ты наше Привет тебе огромный из Москвы Мишань, спасибо, что ты нам помогаешь Всегда Друган, вот Тимурка машет вовсе Не Якушев, а Яушев Яушев Яушев, я так сказал Яушев, да Уж прости А чем он помогает, кто это? Это наш товарищ, друг, брат Вообще, он нас всегда выручает Не обламываться там, помочь с аппаратом Не обламываться нас куда-то отвезти Просто поддержать беседы Дать совет, поучаствовать там в съёмках клипа То есть это вообще Друган То есть там в Нижнем Я просто не заглядывал Да, он Низгородский наш В профиль Ну, приятно, когда свои рядышком Леночка, привет, ещё раз В своей семье там очень трое детей, всё хорошо Ну, а когда трое детей, это всё хорошо? А когда дети, это вообще хорошо Серьёзно, а у тебя есть дети? Сын Сын, а почему один? Мы думаем над следующим В процессе Ну, тут Владимир Владимирович Маленько подпортил карты Потому что он продлил материнский капитал На два года, можно не терапиться Ах, вот оно как То есть, знаешь, думали как лучше А получилось как всегда Ну, вот он, да Нет, нет, ну, то, что ты говоришь В принципе, мне нравится изначально По определению Во-первых, педагогам Действительно, столько лет работать педагогом Может, только человек, который любит детей Вот это правда Относится к детям как к взрослым Как к живым, нормальным людям Они живые Они живые, правда? Нет, ну, это правда Они живее нас всех, на самом деле Это правда Это правда Более того, ещё и говорит о детях Как о желанном капитале И, честно говоря, о финансовой стороне Нет, конечно Это я пошёл к туману Фраза прозвучала У него трое детей, у него всё хорошо Это круто Это правда круто Это ещё одна маленькая Но такая интересная дверца личности В которую хорошо и интересно заглянуть Так, наконец-то Ласточка донесла вас до чайки Пишет Лена Яушева Вот она Леночка Вот она, вот она Рядочком здесь уже У меня вот такой вопрос Пишет Данил Есть такая книга Которую читать Учитель советует обязательно Прочитать своим ученикам Кстати, хороший вопрос Нет, да? Нет, есть огромное количество книг Которые Ну, что ты советуешь читать детям? Ну, если не по географии Если не иметь в виду предмет Брэдбери и Ремарк О, как? Да Это ты в каком классе детей так мучаешь? Я не знаю, у меня литературу наносили Я «Старика и море» в 10 лет прочитал зачем-то Ай, молодец Кстати, «Старика и море» я тоже прочитал рано Я прочитал, да, действительно Лет в 10, наверное Я получил такой восторг У нас есть такая поговорка Ну, дурак дурака Видит издалека Это правда Никто не спорит с этим Никто с этим не спорит Потому что, ну, если кто-то не читал То очень рекомендую Не длинное произведение Так что вас это не затруднит А «Старика и море» это Кстати, вот ты напомнил мне здорово Я вдруг вспомнил об этом Это была, пожалуй, первая книга Которая, ну, как литературное произведение Которая мне, тогда еще совсем маленькому человеку Сказала, что бороться надо до конца Вот до конца До конца И если ты не сможешь в какой-то момент перетерпеть То совершенно не обязательно, что Ну, скажем, если не сможешь перетерпеть То совершенно не обязательно, что в следующий момент Ты не пожалеешь об этом Ну, вот мне этим нравится туризм Потому что там идет преодоление всегда Ребята, привет от точки звука Это вот наш репетиционный комплекс Который тоже вот всегда с нами Наташка Аникина А, понял, спасибо, Наташенька Вы, видать, в сети Слушаю, да Спасибо Я думаю, что они должны сейчас испытывать Доброе, замечательное совершенно чувство Просто потому, что вы как бы далеко Понятно, что тут 4 часа езды на поезде Но, тем не менее, вы же не у себя в Нижнем А вы вот в Москве В столице В столице, да Кстати, были на Красной площади сегодня Здорово вообще на Красной площади Как на Северном Вот преодоление тоже То есть там такая труба динамическая Я забыл об этом сказать Сегодня они приехали-то днем Принесли сюда свои инструменты Оставили у нас в студии А культуре выцепали И уехали Я думал, куда-то пожрать Пошли Нет, пошли на Красную площадь Покушали здесь Столовок Гожая столовка Здесь у нас? Да, очень хорошая Дешевая, очень вкусная По-домашнему Кстати, да Столовка здесь хорошая Это правда Я никого сейчас не приглашаю В смысле Это еще один повод Музыкантам сюда стремиться Здесь хорошо кормят Это правда Бридбери и Ремарк Как вдохновители Пишет Александр Однозначно Удивительно Пишет Почему? Не знаю Вот ему удивительно Ну я же не могу детям Сказать Читайте Паланика Это все-таки Повзрослее книжинцы Ну почему? Паланик тоже хорош Весьма Ну видимо постарше Ты имеешь Ну да Там все-таки есть момент Который сейчас имеет Возрастное ограничение Я не могу Согласен Согласен Ладненько давайте петь дальше Петь ребят У нас Хорошо Мы две или три успеем Три запросто Три запросто Как раз всю программу Вы должны петь Что доктора что-то А доктор новых сердец Сейчас будет композиция Доктор новых сердец Она называется Откуда? С альбома Пейзажи и портреты Сейчас это Это как раз взрослый альбом Ага Тут опасаться нечего Я понял Как всегда живой звук В программе живые ЕЛФ сегодня здесь Поехали В следующей жизни Прошу меня Прошу тебя Сделай меня скалой Пусть я буду полезной Любимой волнами Пусть мой вид всем Приносит покой Только ветром не делай Чтоб никого не будить Ночами Доктор, а можно мне новое сердце? Доктор, на старом так много заплаток Доктор, я знаю Вы можете сделать Сердце такое, чтобы не плакать Чтобы оно убилось Размеренно не замедлялось И не ускорялось Доктор, а можно мне боли не чувствовать? Очень уж я на боль отвлекаюсь Доктор, а можно мне новое сердце? Я все понимаю У вас плотный график, но хочется Материал попрочнее Железо, к примеру Металлопластик Доктор, я знаю У вас много работы Я это вижу по лицам На улицах шатаются Взад и вперед Люди-роботы Не улыбаются И не смеются Доктор, я знаю Доктор, я знаю Доктор, я знаю Доктор, я знаю Это новый вид счастья Ваш новый дзен Почти откровение Доктор, у вас в руках столько власти Стать людям Освобождение Боли, тоски Первобытного страха Усталости, лени Бесприютной печали Доктор, а можно мне новое сердце? Вы не все старые Вы обещали Спасибо Ну вот знаешь, что я тебе хочу сказать? Вот эта песня могла бы и может еще, если вы не против, сделать вас знаменитыми Вполне серьезно Вот почему-то многие люди на нее ставят Это не самая любимая наша песня Ну и зря Ну и глупость сказала Нет, ну а все дети любимые Слушайте, слушайте, пусть она вам нравится Я сейчас тебе там еще дрянь сказал сейчас Вот абсолютную дрянь сказал сейчас Глупость чумовейшая Вот именно эта песня может сделать вас Реально сделать знаменитыми А никогда музыканты не знают своих сильных сторон Никогда Неизвестно вам Никогда Обычно ставки делают на одно, а стреляют совершенно другое Я уже рассказывал эту историю У нас нет чуйки вот на этой Не должно быть Мы же музыканты Вы творите, да Так вот, история давнишняя, старая Я как-то уже ее рассказывал, но вам будет полезно Кстати сказать, далеко ходить не нужно Та же самая группа Чаев Очень мною любимую С детства Аргентина, Ямайка Бомба 5.0, да? Так вот, они эту песню не хотели ставить в альбом Вообще не хотели Они сыграли, спели, просто шутка-шутка И все, и альбом уже был готов Ну, они просто стали эти песни Нет, нет, они просто не считали это песней Они считали это игрушкой Не более того Вот у них тогда и до сих пор остался еще Гройсман, Дима, их продюсер Который настаивал Ну, поставьте вы ее Нет, не будем Все, категорически нет Пластинка готова Уже сделан мастер Уже нужно отправлять болван, так сказать, на фабрику Чтобы печатать альбом Что делает Гройсман? Он втихаря впихивает песню туда Я убил бы потом Тихо-тихо вставляет ее в альбом Относит на фабрику И в итоге из этого альбома, я уверен, помнят больше всего Именно Аргентину и Ямайку Так что есть умные продюсеры Есть умные программные директора В отличие от большинства, конечно Вот, это так, на всякий случай Вот эта песня могла бы и может И я думаю, что если бы она у меня была в хорошем качестве Она на альбоме есть Я говорю, если бы она у меня была в хорошем качестве То есть вам надо прислать с идеей формат Умный Альбом мне дай Я вчера в полдвенадцатого ночи пропарил вообще все Он две недели со мной разговаривал виртуально А я же еще, ну, Новый год, салаты, оливье, майонезовая кома Я тебя очень хорошо понимаю В общем, эту песню как минимум пришлете, ладно? Да, вы подзовете наших друзей играть, мы с ним передадим Так, вот это уже шантаж, на шантаж мы не ведемся Короче говоря, знаешь, как прислать Вавочку можно Не вопрос В формате, спасибо Сделаем А может мы весь альбом в Вавочке пришли? Пришли весь альбом в Вавочке Пришли, пожалуйста Вот почему вы до сих пор не мировые звезды? С таким подходом, между прочим, да? С таким-то подходом Можно было уже давно все переломить в этой стране И в этом мире, мне кажется Ну, чего вам мешает продвигать себя? Ну, мы же не ласково А, продвигать? Нет, ну, мы опоздали в эру интернет Вот сейчас молодежь, молодые группы Смотришь на них, там, они прям У них там видеоконтент, у них все очень круто Там лайки, там, еще кто-то Репосты, они вот за это бегают Мне не очень интересно заниматься У нас есть Артем для этого Понятно Значит, со Артемом надо пообщаться Кстати, надо сказать спасибо Звукорежиссеру программы «Живые» Юрию Панфилову Юру, очень комфортно Спасибо, дорогой Носовый Звук, который слышит сегодня аудитория Это его рук Сегодня это его рук дело Значит, по-моему, группа ничуть не хуже тех Которые у всех на слуху Пишет Сергей Малев Так я с этим не спорю Плохих у нас не бывает Серега, зови нас Куда звать-то? Куда ехать-то? А ты вот Смотри, вот ты же, зараза, какая въедливая Ну, молодец тебе, молодец Куда ехать? Сейчас скажу Деревня Ильинка, Липецкая область Отлично, не вопрос Мы вообще играли там В таких иногда местах Просто великолепных Там город Сахуни Каком-нибудь ДК Где бабушки на рок-концерт Ну, афиши рок Пойдем Мы как-то там давали места С предыдущего альбома бабушки Бронемир, как-то, не помню Рассказывал эту историю Нет, есть такой исполнитель чудный Есть, слышал Знаете, он замечательный Он в ротацию у нас Так вот, он как-то рассказывал Как он съездил На конечную программу ведет На своем радио У него программа замечательная Не переживай Времени хватит На часы посматривает Я тоже на них смотрю Не дергайся Отлично Так вот, цветопосыня называется Так он приехал на какое-то место Какое-то городишко Я не знаю, в поселок или куда И клуб, в котором у него, собственно, концерт Он заходит, подходит к клубу Клуб закрыт на замок Он находит бабушку Которая с этим клубом В общем, как-то там работает В этом клубе кем-то Он открывает ему клуб Он заходит, видит сцену Ну, понятно, какая в клубе сцена И он спрашивает Эта бабушка-уробка Бабушка, а у вас тут аппарат какой-то есть? Она говорит, в смысле? Говорит, ну, колонки Она говорит, колонки есть Вон там на улице стоит Да Так вот, такие места тоже, я думаю, бывают И вам наверняка приходилось Переходилось в них играть Давайте, ребята, что-нибудь еще Что это будет? Мы лепесточек, да, сейчас? Лепесточек Мы сейчас разбавимся Серьезно, песня «Лепесток» Это новая костровая песня Всех туристов страны Вот, которая там у костра Вот, с крайнего альбома, да Пизаж портретом Ейлов сегодня здесь из Нижнего Новгорода Поехали Я пойду в танцевальный партер Далеко у нас танцевальный партер Я узнаю тебя из тысячи По глазам, по словам и по голосу Твои кеды тропинки вытопчут Пыль дорог пропитает волосы Из-за офиса дверью скрипучую Где-то между долгов и процентов Ты узнаешь своего попутчика С тобой разделившего пол сигареты Тем, кто ходит босиком По лесам и по горам У кого вместо одежды Только бронзовый загар И тем, кто поднимает палец Над асфальтной полосой Кто ногами измеряет Этот круглый мир больших Рассыпаясь на закате Чтобы не проживать рассвет У кого на светофоре Есть только зеленый свет В кедах, сланцах, магазинах Вечно выходя на старт Я такого чувака На дороге встретить рад Где мы в доме? Есть лупачки сигарет Нет нас дома У дома нас гонит на нет Есть и солнце Дети моря и земли Словно в сказке Летит, летит лепесток Летит в нем И в доме Есть лупачки сигарет Нет нас дома У дома нас гонит на нет Есть и солнце Запада и на восток Словно в сказке Летит, летит лепесток Всем, кому под жарким солнцем Хорошо, как подождем Если опоздал на поезд Говорит, мы подождем У кого в палатке Ночью звезды видно через тент У кого на каждый вечер В небесах пара планет Кто вчера ушел за солью А звонит Владивосток А здесь не сольно Только в море Я и пропитал футболку У кого всегда в карманах Стекла, камешки, брюки Кто для вас не пожалеет Теплоты своей руки Крутится саль Руки вверх, все вправо, влево Вправо, влево Другой роутер, давай Динамитик, отчаяй Пока мама мыла раму Я от мамы убедал За порог на перекресток Потом сразу на вокзал Мы кричали след, но надо кем-то Стать добиться цели Чтобы внукам рассказать О том, как заработать денег Я представил, как создают Своих внуков поколели О, послушайте, как дет фахал Субъектив не неделю Или может интереснее И послушать про туманы Корабли и паруса Города, чужие страны Ракозрина, побережь, Здесь детский спектр, соль на гостях Топ от северных коленей Серебро лунных дорожек Красноярские столбы Про ольхоны, мы знеланы В этом мире не дороже Ничего в воспоминании Где мы в доме? У нету пачки сигарет Нет нас дома У дома нас, конечно, нет Ветхи солнца Ветхи моря и земли Словно в сказке Литий лепесток летит Где мы в доме? У нету пачки сигарет Нет нас дома У дома нас, конечно, нет Ветхи солнца Запада и на восток Словно в сказке Литий литий лепесток Литий лепесток Через запад на восток Через север, через юг Возвращайся с телом в круг Как коснется ты земли Он быть по-моему велик Литий литий лепесток Литий лепесток Литий лепесток летит Бомба 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 Напомню, здесь сегодня ЛФ из Нижнего Новгорода Кстати, кстати, ребята приехали сознательно специально на эфир сегодня в программу «Живые» на своей радио К вам, уважаемые Я сейчас обращаюсь к аудитории своего радио и слушателям программы «Живые» Я думаю, вы должны высказать им хотя бы респект Хотя бы уж Если не говорить ничего другого кроме доброго может быть и интересного то хотя бы спасибо надо им сказать за это И, кстати, уезжают сегодня же В ночь, да Завтра на работу Во сколько? Ну, я опоздаю на два урока Я надеюсь, переехать к третьему К третьему это во сколько? К 10.15 Как же ты живешь-то? Как музыкант может жить так рано? Ну, как музыкант может вставать в такую раннюю? У меня есть будильник который 4 года меня почти уже поднимает Да, с этим будильником правда не проспишь Ну что, осталось правда совсем чуточку времени буквально на одну песню Вот, например, Константин пишет вот что Не хотел слушать эфир сначала А пожалел бы Отличнейшая группа Беру к себе в плейлист Спасибо ребятам за творчество Спасибо, Костя И за открытие Это уже Вам К нам Спасибо за доброе слово в любом случае Ну, прям молодцы Буду следить за ними Постараюсь где-нибудь увидеть Скорый клепец Клепец Пишет Сергей Да, кстати Клепец-то когда? Ты говоришь, скоро Это когда? Ну, я вот вернусь Побуду дома Скажу, в школу 10 Да, завтра в школу 10 Потом домой после работы Побуду с сыном И вот я надеюсь Вот на следующей неделе Поеду монтировать А, то есть вот уже Все на мази практически Ну да, потом еще Есть на следующий Нет волшебства Мы хотим еще снимать клип Еще один клип А мы вот что-то понравилось нам Сниматься? Снимать, сниматься, да Вообще клево, конечно Ну, визуальное воздействие Оно же дополняет Да, безусловно Это правильно Ленинград это давно понял Это правильно Что ж ты все Ленинград Напоминаешь Да, все Почему не добрым Это вообще огонь Огонь, огонь Да, безусловно Огонь Только, ну, это отдельная тема Моего к этому всему отношения Отдельная тема Лучше, на самом деле Делать свое И ни на кого не стараться Даже коситься Как мне кажется Спасибо, ребята Плюс один почитатель Найден вами Молодцы Никита Пятачков Ну, хоть одного нашли А то все родственники Да, шучу, нет Очень многие писали о том Что заинтересовались группой И кто-то уже скачивает Где-то Кстати, вас же можно скачать Правильно? Ну, кроме еблофона Я не знаю, где бесплатно скачивать Ленин, ты выкладывал что-нибудь? Ну, ВКонтакте Кто плагинами умеет пользоваться Вот, как-то вот так Были какие-то дроп Там, Mi-файл Там, зипованные Вот, на Google Play На Яндекс.Мьюзик Можно просто так послушать Можно Ну, то есть вы есть Мы заморочились Вот этим интернет-контентом Везде, чтобы все было Ну, и правильно Вот, на самом деле Это сегодня единственный Правильный и Бесплатный Экономичный такой путь Как мне Ну, не совсем А, ну, в этом плане, да Ну, конечно Воспространять-то свою музыку Надо, наверное, нам уже Как-то к финалу подходить Вы знаете, что я хочу сказать? Ну, во-первых Спасибо вам, что вы приехали Это правда Спасибо, что пригласили Искренне Да, пожалуйста Это искренне Я приглашаю на старый Новый Рок Да? Я говорю Спасибо, что приехали Спасибо, что приехали Сейчас мы не пишем Это большое дело Да, это большое дело Что вы здесь появились Просто потому, что вас и увидели Сегодня по трансляции И более того Потом еще и подкасты лягут в интернет И видео подкасты И, ну, видео И, собственно, аудио подкасты Слово подкасты понимаешь, да? Спасибо У меня гуманитарное образование Не обрубил меня Естественно Спасибо тебе большое Просто очень многие говорят Хватит употреблять иностранные слова А какое слово сказать еще Если это подкаст, то он и есть подкаст Как по-другому его назвать Плагин еще тут мелькнул, да? А он инженер тоже подразумевает Понимаю, да Понимаю Так вот Все это разойдется и с нашей помощью тоже Мы будем стараться по всем возможным Нашим ресурсам это дело распространять И очень важно Чтобы вы сами не забывали О своем собственном продвижении Песню ты помнишь, какую надо прислать Весь альбом Весь альбом Да, я помню Желательно в бабочку Так, чтобы качество было хорошее Достойно Крутить мы ничего другого не крутим Так, чтобы качество было хорошее Вот, это первое Второе Ну, это третье уже Спасибо, я сказал, что приехали Значит, третье Когда у вас планируется новый альбом? Ну, я думаю, не очень скоро Потому что я на данный момент Вот мы готовы писать одну песню Это будет хит совместка Это хит будет, я гарантирую вообще С кем совместка? Совместка с группой Луна Пуарк Там потому что песня о том Как музыка нас связала Только для рокеров Понимаешь, вот такое Музыка нас связала И бомбой нашей стала Вот, там будет группа Луна Пуарк Будет группа Так Получилась Это такая вот прям бомбежная группе Ухо наша Группа Трейси там будет И мы такую совместку как бахнем И будет тоже хитяра с клипом и вообще Вот, а два текста уже готовых Я отправил Леньке Он их там что-то кумекает Пишет на них музыку Вот, и я думаю, что Наверное, год-полтора Уйдет на накопление материала Такого отбора его А, то есть ты через полтора года Собираешься писать новый альбом Ну, я надеюсь, если мы будем плотно работать, да То есть плотно работать Это через полтора года альбом Слушайте, но ведь это дело-то не очень простое Это же надо отсеять лишнее Придумать новое Отшлифовать Бриллианты-то они не просто Так на дороге валяются Ну, я на самом деле-то имел в виду Что группы появляются в программе Живые Обычно по традиции После того, как выпускают новый альбом Ну, через полтора года увидимся Окей Ну, мы увидимся, я думаю, раньше на фестивале Свою радио Ну, если ты его организуешь То, безусловно, увидимся Я могу помочь там чем-нибудь Почему нет? Мусор выносить Почему нет? Школьников пригнать Да, это да Нынче у нас сро образовывается И поэтому теперь организаторы Это люди исключительно профессиональные Поэтому сами мы этого делать Теперь уже скоро не сможем А это должны делать те, кто Собственно, профессию такую имеет Имеешь такую профессию? Поможешь с фестивалем Давай петь Финальная песня какая? Финальная песня немного жести в нашей компании Она называется Payback Расплата Ну, а завтра в программе Живые группы Сное море Всем пока, до завтра Бай-бай Я все правила выучил И нарушать их мастак Из болота не вытащит товарищ Маршак И поэтому просто дел хороших на счет А на небе мой тезка Все запишет, зачтет Мы все заплачем за это веселье За праздник плоти и танцы в гробах В открытке дерева скребется в охмелье И черти просят распиздить на счетах Золотом платят ветви деревьев За буйство бессонных весенних ночей Горявые уголы и черные ветви Сплетаются словно клубки состей смей И воздуху холодно ночью на улице трещит На вороте словно кости скелета И сердце находится к ригам от угроза Хватит ли средств на еще одно лето? Пора проверить связь с этой реальностью Настроим фокус, снимаем очки За этой дверью скоро появятся Все те, кто нас заберут за долги Золотом платят ветви деревьев За буйство бессонных весенних ночей Горявые уголы и черные ветви Сплетаются словно клубки состей смей И воздуху холодно ночью на улице Трещит на вороте словно кости скелета И сердце заходится к ригам от угроза Хватит ли средств на еще одно лето? Харкая кровью, ладонь раскрытую Вспомни, как дуют свою сигарету Вспомни каждую свою гадкую выходку Сидя под дверью КВД кабинета Вот и стряслось, чего так сильно боялся Сильнее, чем на памятнике второй даты Еще перед смертью пришлось рассчитаться За все, что ты сделал, Ред Влада! За этот праздник кто-то заплатит За этот праздник кто-то заплатит На этот праздник у нас сил еще хватит